Определился состав сборной команды по баскетболу, которая будет представлять «Газпромнефть» «Ноябрьский нефтегаз» на большой спартакиаде «Газпромнефти» среди всех добывающих предприятий компании. Решающим фактором здесь стал Кубок Победы, который традиционно нефтяники провели накануне праздника. Теперь лучшие игроки Кубка из разных команд сольются в одну, чтобы достойно представить свое предприятие. Традиционный турнир, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, он так и называется – Кубок Победы. На него мы приглашаем сильнейшие цеха, которые хорошо выступили в спартакиаде. Праздники такие – 1 мая и День Победы. В такие дни всегда должны проводиться какие-то спортивные мероприятия, я считаю, чтобы укреплять и сплоченность, и дух наш спортивный. В борьбе за Кубок Победы встретились 4 команды – аппараты управления, 1-го и 7-го цехов добычи нефти и газа, а также 1-го цеха технического обслуживания и ремонта труб. Ставка в командах, по словам главного судей соревнований, всегда делается только на своих ребят, на тех нефтяников, кто любит и умеет играть в баскетбол. Один из них – Рамиль Сагитов, спортсмен абсолютно не баскетбольного роста, который, тем не менее, в копилку своей команды «ЦДНГ-1» принес наибольшее количество очков, и которому с блеском удавались даже трехочковые образки. В итоге Рамиль Сагитов вошел в сборную «Газпромнефть» ноябрьск «Нефтегаза». Виктор Сидлярчук, Александр Грницкий, Сергей Бердянкин, Максим Онегов, Анатолий Дейнека и Виктор Потемкин также по результатам соревнований оказались в числе лучших баскетболистов-нефтяников. Сражаться с соперниками из других городов им предстоит в Томске с 16 по 20 мая. А на соревнованиях местного уровня за Кубок Победы лучшей стала команда аппарата управления. Кирилл Мигель, Ирина Потихина, Григорий Курпцев. Новости нашего города.